Citrus. Гаджеты и аксессуары. Сегодня в рубрике «Как это работает?» мы поговорим о очень крутом гаджете для владельцев iOS-устройств. Флешки Leaf iBridge. Сама флешка выглядит вполне обычно, за исключением того, что кроме USB-разъема тут находится лайтинг, который и подключается к вашему iPhone или iPad. Начнем с подключения к компьютеру. Любая настольная ОС распознает Leaf как обычную флешку. На нее можно записывать любую информацию и считывать ее с другого компьютера. Самое интересное тут во втором разъеме – лайтинге. Когда мы его впервые подключаем, нам сразу предлагают установить приложение Leaf Mobile Memory, которое нужно для работы с флешкой. При последующих сразу предложат открыть приложение. Пройдем по всем функциям. Первый раздел – передача файлов. Этот раздел для любого импорта и экспорта файлов на iBridge. Мы можем быстро скинуть какие-либо фотографии или видео с iPhone на флешку. Тут есть два варианта – копировать, то есть создать копию фото на iBridge, либо полностью переместить файлы без сохранения их на iPhone для освобождения места на устройстве. Например, вы записали 20-минутное видео на прогулке, а у вас внезапно память закончилась на телефоне. Можете сразу закинуть его на флешку и освободить память для другого видео. Дальше мы можем экспортировать фото из iBridge на iPhone. Все снимки и видео доступны в этом меню. Можно быстро скинуть файлы на iPhone прямо в галерею. Третий пункт передачи файлов – файловый менеджер. Он один из самых интересных, так как позволяет работать с файлами, которые на iPhone просто так не сохранить и не открыть. Например, мы можем закинуть на флешку любимую музыку. Именно здесь можно копировать или переместить ее на память iPhone. Мы сможем слушать перемещенную музыку с помощью встроенного в приложение плеер. Тут же можно посмотреть и видеофайлы. Причем в приложении встроенный декодер различных видеоформатов. Никакого дополнительного плеера не нужно. Это очень удобно. Второй раздел – просмотр файлов. Тут по большому счету можно только просматривать весь контент, находящийся в памяти флешки и в памяти приложения Leaf. Как я уже говорил, удобство использования данного приложения заключается в том, что это приложение позволяет не только просмотреть, но и сохранить нужный контент на iPhone. Внутри приложения открываются как фото, так и видеофайлы, а также документы и аудиодорожки. Тут можно смотреть фильмы, скаченные из интернета, без какой-либо специальной конвертации на компьютере, что экономит ваше время. Также тут отличный встроенный аудиоплеер, позволяющий слушать музыку прямо с флешки. Третий раздел – камера iBridge. Суть данной камеры в том, что она сразу во время фото и видеосъемки использует флешку в качестве носителя информации. Это очень удобно, если вы планируете снимать большие видеосюжеты, которые будут сохранены в обход памяти смартфона, который зачастую не хватает для съемки больших роликов. Лайк, если у тебя iPhone на 16 гигабайт. И внизу есть раздел с настройками. Тут мы можем включить очень полезные функции резервного копирования фото на iBridge, что обезопасит вас от потери контента при потере смартфона. Таким образом, все ваши снимки будут на флешке, что удобно, если они срочно понадобятся на компьютере. Чуть ниже есть возможность резервного копирования контактов с iPhone или iPad в один файлик на iBridge. Тут же есть кнопка восстановления контактов и созданные резервные копии. В настройках еще можно посмотреть заполненность накопителей, как внешнего, так и внутреннего на устройстве. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, а также на мои страницы в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram. Пиши в комментариях, какие видео в рубрике «Как это работает» ты бы хотел бы увидеть. Хорошего дня и яркого настроения. Пока! Цитрус. 15 лет яркого настроения.